МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, действительно, планируется, ну, в Симферополе вообще планируется масштабное строительство. Сейчас происходит разработка нового генерального плана, правил землепользования и застройки территории. Конечно, столицы Крыма, столицы Крымского федерального округа не хватает жилья, потому что много специалистов к нам спешат из России на работу, много у нас специалистов проходит обучение, которые готовы работать, семьи увеличиваются, рождаются дети. То есть жилья, конечно, не хватает. И для развития города земли тоже не хватает. Буквально вчера на сессии уже был утвержден глава администрации города Симферополь, Бахарев Геннадий Сергеевич. И действительно, это одна из первоочередных задач у Геннадия Сергеевича, это строительство социального жилья. Благодаря главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксену произойдет выделение данного земельного участка, который находится в районе улицы Русская и Балаклавская. Ранее этот земельный участок принадлежал земле Минобороны. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации данные земли перешли в государственную собственность. И на этом участке планируется как раз строительство социального жилья, общежитий, детских садов и так далее. Участок довольно большой, 30 гектар, удобно расположен, подведены коммуникации. Это действительно знаменательное событие для города. Но уже не один год, скажем так, идут беседы о том, чтобы создать подобный микрорайон и в старом городе построить многоэтажки. Вот это все пока еще на уровне разговоров? Не только на уровне разговоров, ведется работа планомерная. Еще раз повторюсь, вчера был утвержден глава администрации, с сегодняшнего дня он формирует структуру администрации. Будет утвержден главный архитектор, пройдет по конкурсу, утвержден по предложению Геннадия Сергеевича. И вот уже в руках у главного архитектора будут все основные бразды правления, так сказать, обликом архитектурным Симферополя и развитием. Да, действительно, старый город, но сейчас в ужасном состоянии мы видим неприглядный вид, хотя Симферополь имеет свою специфику, свой облик. И хотелось бы видеть и нам, депутатам, всем жителям города, хотелось бы видеть Симферополь красивым, стильным, комфортным для жилья. И действительно, в районе старого города планируется такая программа строительства не многоэтажного жилья, а среднеэтажного, 3-4 этажа. В особом стиле, который мы видим в нашем городе, это центральная часть, Карломарца, Пушкинская, вот в таком же стиле строительство домов действительно планируется. То есть не современный такой хай-тек, а все-таки? Нет, именно свой облик, чтобы у Симферополя оставался. Интересно. Давайте поговорим о социальном жилье для сирот. Это проблема не беспочвенная, мы знаем о том, что очереди большие стоят. Насколько сегодня решается эта проблема? Быстро? Сегодня она не решается, она планируется решаться в 2015 году. Действительно есть такая программа, это и федеральные целевые программы, и республиканская программа Республики Крым на поддержку данной категории населения. И, конечно, она будет учнена и в городе Симферополь. Будет отдельная строка бюджета, выделена на строительство такого жилья для сирот. Вот, кстати, о бюджете. В первом чтении совсем недавно был принят бюджет республиканский, теперь уже готовится городской бюджет. Какие основные статьи расхода будут в этот раз? На что планируете? Какая расходная часть, доходная часть? На что будет сделан упор? Бюджет только сейчас разрабатывается, еще рано о нем говорить. Единственное, можно сказать, что он будет намного меньше даже предыдущего года по объему. То есть в 2014 году бюджет города Симферополя был выше, чем он будет в 2015 году. В 2015 году в районе 1 миллиарда 300 миллионов рублей будет бюджет города Симферополя. С чем это связано? Потому что большинство, не большинство, а всю сферу здравоохранения город передал республике. Это, соответственно, и затраты на капитальные ремонты данных объектов, и на зарплаты врачам, медикам. То есть такая республиканская программа развивается, что данные моменты передали на республики. Соответственно, бюджет города уменьшился. Ну, конечно, миллиард 300 для столицы Крыма, для столицы Крымского федерального округа, но это очень мало. Мало все-таки? Да, потому что, во-первых, здесь у нас в столице находится очень много федеральных учредений, республиканских. У нас находится представительство президента, у нас в республике Крым находится совет министров, государственный совет. То есть столица Крыма – это необычный город, нельзя сравнивать город Симферополь с другими городами. Поэтому глава республики Сергей Валерьевич Аксенов внес проект закона в государственный совет о столице республики Крым, о городе Симферополь. Отдельный законопроект, который… Что он предусматривает? Он предусматривает как раз расширение полномочий города Симферополя, увеличение финансирования со стороны республиканского бюджета. Депутаты городского совета тоже довольно активно работают с предложениями к этому законопроекту. Поэтому после его принятия, я надеюсь, что для представительских функций города Симферополя, для его развития, то есть пройдут несколько шагов вперед после принятия этого закона. Это даст толчок к развитию. Потому что, ну, нужно понимать, конечно, Крым – это самый молодой регион России, самый молодой субъект. Конечно, мы дотационные, конечно, нам очень тяжело перестраиваться, но нужно включаться максимально в федеральные программы целевые, формировать на основе федеральных республиканские целевые программы. И, конечно, город Симферополь должен, возможно, даже быть отдельной целевой программой в республиканском бюджете. Может, так и будет звучать целевая программа по столице Крыма, по городу Симферополь. Даже так. Вот на Ваш взгляд, столица Крыма, город Симферополь, насколько он инвестиционно привлекателен? И, может быть, уже зашли какие-то крупные российские инвесторы сюда? Ну, столица Крыма, конечно, привлекательна, потому что Крым многообразен. То есть здесь у нас и курорты, и море, и горы, и степи, и довольно большое количество жителей проживает. Конечно, интересен и российским инвесторам, и нашим внутренним крымским инвесторам тоже. Есть такие, их очень большое количество. Они готовы работать. Единственное, что нужно привести законодательную базу уже в соответствии с законодательством Российской Федерации. Чтобы не бояться вкладывать деньги, получать поддержку от государства. Планируется в Крыму уже прошли определенные шаги по особой экономической зоне, по игровой зоне в районе Южного берега. И, конечно, Симферополь не может остаться в стороне от этих всех мероприятий, которые будут происходить в Крыму. Конечно, он интересен. Единственное, что для того, чтобы развиваться в Симферополе, необходимо утвердить новый генеральный план. Доработать его в соответствии с теми задачами, которые стоят перед Крымом. И развиваться. Развивать промышленность, развивать производство, развивать строительство жилья, в том числе социального. Это необходимо сделать в первую очередь, утвердить новый генеральный план или хотя бы правила землепользования и застройки в Симферополе. Определить новые зоны. Конечно, без развития, без расширения границ города это невозможно. Почему и в принятом уставе, новый устав, который 19 ноября, буквально на днях будет, он уже принят, утвержденный, церемония по его подписанию произойдет. Конечно, это необходимо делать. Это очень интересно. В уставе прописаны моменты по расширению границ в сторону агломерации с Симферопольским районом. И Геннадий Сергеевич, и его команда, и мы вместе с Виктором Николаевичем Агеевым частически будем привлекать большое количество инвесторов к развитию города. Мы, в свою очередь, желаем вам успехов в этой работе. Спасибо большое за интервью. На этом у нас все. Оставайтесь с первым крымским. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»